Всех приветствую! 2022 сборка. Вот такой мощный игровой системный блок. Это вот такие вот компоненты, которые здесь стоят. Стоимость. Системник у нас построен на базе процессора Intel Core i9-10850K. 10 ядер, 20 потоков. Прям можно сказать топовый процессор на 1200 сокете Comet Lake имеет, так как это K-процессор, высокую базовую частоту 3600 МГц и в турбобусте разгоняется до 5,2 ГГц, пока не достигнет свой повер-лимит. Но материнская плата у нас такая, где можно повер-лимит просто наглухо отключить. Материнская плата у нас MC Z490 Unify. Такая особенность, что 2 по 8 пин до питания на процессор. То есть если хочется заняться разгоном, то эта материнская плата позволит все сделать. Ну и естественно, чтобы компьютер у нас был бесшумный, тут без вариантов только система водяного охлаждения. Стоит Deepcool Gamax L240T. У нас водянка изначально должна идти с белыми кулерами. Исполнение у нас вает. Комплектные кулеры мы меняем на кулеры от производителей корпусов Формула, у которых есть ARGB подсветка. Эта подсветка у нас синхронизирована на контроллер подсветки. Синхронизируется передняя панель. Три вентилятора на выдув. Ну и два вентилятора вот этих они у нас выдувают тепло из водянки. На самом деле шикарная водянка. Давно мы ее ставим. Самое главное, что резиновые трубки и бесшумная. Ну а на материнской плате есть даже специальный разъем трехпиновый для подключения систем водяного охлаждения. В принципе зачастую материнская плата сама выбирает, что у нас подключено, водянка или воздушка. Ну в данном случае есть даже разъем. Так и называется. Памп. Помпа. Цепь питания здесь просто монструозная. Там даже внутри есть тепловые трубки. Вообще мать конечно фантастическая. Три разъема NVMe под SSD накопителя. Который подключается напрямую по шине PCI-Express. И в самом верху у нас под радиатором естественно находится Samsung EVA 970 на 500 гигабайт SSD накопитель. И второй накопитель у нас терабайтный Seagate. Обычный простой саташный Seagate барракуда на 7200 оборотов. материнка у нас Z490 Unify. Такая вот красота. Четыре слота под память. Ну и память у нас стоит вот такая вот. 2 по 8 на 3200 Thermaltake Z1. И имеет вот такие вот вкусные тайминги. 16. 18. 18. 18. 36. Ну и спокойно в профиле она заводится. Все хорошо. Из интересного здесь видюха. GeForce RTX 3070. Но не самая обычная. А самая пожалуй MC дорогая. Gaming Trio X. В комплекте идет такая вот пластина, которая удерживает эту всю массу видеокарты. Видюха на самом деле монструозно выглядит. Ну 3080-3090 руки держишь. То же самое. Три вентилятора. Естественно реализованы у этих вентиляторов фан-стоп. Вентиляторы до 60 градусов стоят. Сейчас вот у нас тест идет. Абсолютно не слышно, что что-то тут шумит. Естественно есть RGB подсветка. 2,8 пина. Раз, два, три, четыре, пять тепловых трубок. Мама дорогая. В общем видюха фантастическая. Блок питания у нас Corsair на 650 Ватт. Сервискат бронза. Ну Corsair и те блоки питания, которые напишут бронза. А по факту у некоторых и Gold и Platinum попроще. Разве что здесь нет модульных разъемов питания. Но если честно, после того как майнингом позанимаешься несколько лет, понимаешь, что модульность это не так, что на самом деле хорошо. Все эти модули могут подгореть. Здесь этого ничего нет. Ну а в остальном обычный добротный системный блок. Корпус у нас формула 3703. Передняя панель может отстегиваться, переворачиваться и подсветка будет с этой стороны. Есть штатный Wi-Fi адаптер у материнской платы. Естественно будет двухдиапазонный. Всевозможные разъемы, какие только могут быть здесь присутствуют. Сейчас мы снимем заднюю крышку, посмотрим, что у нас сзади. Очень широкие корпуса, спокойно здесь все прокладывается, никаких проблем с этим нет. Жесткий у нас в корзине. Корзинка в свое время через резиновые проставки крепится внизу к корпусу. Здесь мы видим контроллер этой подсветки. И на материнской плате есть также свой контроллер ARGB. И мы спокойненько это все дело можем выбрать. Либо будет у нас подсветка управляться с помощью этого контроллера. Либо мы можем переключить на режим работы от материнской платы. И уже с помощью штатного программного обеспечения от фирмы MC этой подсветкой управлять. Кому что больше нравится. Ну а при желании, естественно, можно это все дело еще и отключить. По разъему корпуса есть даже Type-C USB 3.1. И в нашем случае материнская плата совсем не бедная. Вот он штатный разъем. И мы сюда все это дело подключаем. Есть разъем USB 2.0 и 3.0. Кнопки. У нас Reset нет. Это у нас будет кнопка LED. Сверху будет пыльник с магнитной основой. Чтобы мелочевка не падала. Ну, всю мелочевку будет задерживать у нас систему водяного охлаждения. Ну, отсюда, кстати, можно видеть, насколько широкий корпус. И насколько грамотно все сделано, что мне не пришлось даже эту водянку сдвигать вправо. Обычно приходится ее сдвигать, потому что все мешает. Здесь у нас водянка абсолютно не мешает. У нас все радиаторы. Сейчас мы свет включим. Все радиаторы спокойно охлаждаются. Есть огромный отступ. Ничто нам не мешает. Ну, и что нам показал тест? 13200. Хороший, добротный, породистый системник получился. Сейчас подцепим крышку, посмотрим, как это выглядит. Такая вот у нас крышка. Крышка у нас заподлицовая. Здесь сколы исключены. Из интересного то, что она у нас идет вместе с металлической рамкой. Прикручивается просто сзади. То есть это цельная конструкция. Ну, и вот так вот у нас будет ночью смотреться. Ну, по-моему, получилось очень даже ничего. Ну, и по деньгам. 169 900 рублей. Хороший, добротный, игровой ящик, чтобы тянуть на 4К любые современные игрушки. И, наверное, это все будет на ультра-настройках. До новых встреч. Продолжение следует...